Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С какой бы стороны я не подходил, как бы не пытался изолированно разобрать проблемы нового поколения, сходилось все всегда к тому, что данные проблемы нельзя разбирать поверхностно, ведь как оказалось, сама суть находится далеко в глубине и с первого взгляда весьма не очевидна. Мы привыкли ругать молодежь за ее проступки, шалости и глупости, и да, какая же молодость без этого казалась бы, но в основной своей массе мы перестали замечать, что наша смена, наша будущая опора и надежда из года в год теряет жизненные ориентиры, способность обучаться и созидать. На смену настоящим ценностям приходят ложные потребности. Человек человеку-волк. Я не являюсь городским жителем. Я простой юноша из маленького уральского рабочего поселка Бесерд с населением в 9 тысяч человек. Но даже здесь, где памятник Ленину по-прежнему стоит на своем историческом месте, сквозь иссякающие осколки былого величия начинает пробиваться растущая безграмотность и невежество. КОНЕЦ КОНЕЦ История нашей страны имеет множество потрясений, взлетов и падений. Но какую историю изучает нынешнее молодое племя? Импонирует ли им подвиг Павки Корчагина? Или принимают ли они за чистую монету Солженицынские произведения? КОНЕЦ Все чаще мы начинаем слышать от молодежи, что идеи личного благосостояния, жажда собственной наживы становятся основополагающим фактором в жизни молодого поколения. Что является причиной такой тенденции? Ведь это уже далеко не частный случай и охватывая все большую и большую прослойку населения, в том числе молодого. КОНЕЦ Дабы не поставили нам вину, что мы все взяли с потолка, решив, что дело предстоит серьезное, мы отправились по городам России, чтобы своими глазами увидеть все то, что происходит на местах. Побеседовать со специалистами и непосредственно с молодежью. КОНЕЦ К большой радости нам удалось посетить Санкт-Петербург и кандидаты экономических наук, профессора кафедры социальной философии и философии истории СПБГУ Михаила Васильевича Попова, а также писателя, публициста, переводчика и блогера Дмитрия Юрьевича Пучкова, известного под таким псевдонимом как Гоблин. КОНЕЦ Мы живем в обществе, в котором погоня за наживой является как бы государственной политикой и основой экономической. Так, мы в каком обществе живем? Мы живем в капиталистическом обществе сейчас. Можно считать, что уже с 90-х годов у нас сложился уже капитализм. Не переходный период от социализма к капитализму, который занял 30 лет, с 61 по 91, а вот собственно капитализм. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики ли, и ни непманы новоявленные? Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас скупить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. Смена общественной формации других причин нет и быть не может. В родной стране когда-то был коммунизм, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и установился коммунизм. То есть, первая его фаза – социализм, в рамках которого людей воспитывали совсем не так. В 1991 году у нас произошла контрреволюция. То есть, была революция, а потом произошла контрреволюция. Так в истории бывает регулярно и везде. И произошел откат в мрачное прошлое. То есть, у нас теперь капитализм. При капитализме все крутится вокруг денег. И это для капитализма абсолютно нормально. Джордан Not For Resale – 45 тысяч брал на 100кс. Штанишки Адик обычные брал за 4 тысячи в Адике на Щукинской. Тишка – Юникло Кавс. Косарь на ритейле друг брал. Курточка Стон Айланд, как обычно, 40 тысяч в Риме брал. Кошелек Ботега Винета – 31 штука на фарфетче. Трусики Томми Хилфигер – косарь рублей. В принципе, как-то так. Сегодня по-бомжатски оделся. Чем вообще по жизни занимаешься, рассказывай. Учусь, бухаю, с друзьями тусуюсь. Как бы в цунг хожу, закупаюсь. Общественное бытие формирует общественное сознание. Общественное бытие при капитализме формирует ценности, основанные сугубо на денежных отношениях. Как материалисты, как марксисты, я и подобные мне товарищи видим причины подобных культурных, идеологических, так сказать, тенденций. В материальном, экономическом базисе общества у нас на дворе капитализм. Так что идеи личной выгоды неразрывно связаны именно с капиталистическим базисом. Естественно, если у нас развивается бизнес, если у нас, так сказать, повсюду распространяются вот эти вот идеи о том, что давай рви глотку и карабкайся по спинам, иди по головам, и ты достигнешь там личного успеха. Ну, или как-то там различные вариации подобных идей у нас пропихиваются, да, то, естественно, молодежь это воспринимает. То есть капитализм, он закономерно порождает вот подобные установки, в том числе у молодежи. Основой любого общества является экономика. Давайте на мгновение вернемся назад и разберемся поподробнее, с чего начиналось разложение общества. Почему молодежь массово уезжает из сел, деревень, поселков, тем самым обрекая на медленную погибель свою малую родину? Чтобы здесь работать, значит, первое, должна быть какая-то работа. Эта работа должна, соответственно, быть оплачиваемой. И она должна быть не просто оплачиваемой, а раз это молодой специалист, она должна быть хорошо оплачиваемой работой. Мы не скажем высокооплачиваемой, а хорошо оплачиваемой работой для того, чтобы он мог создать семью, для того, чтобы он мог ее обеспечить, он мог себе приобрести жилье или его построить. То есть здесь целый ряд нужномер таких. И для того, чтобы здесь остаться, у нас нет ни того, ни другого, ни третьего. Во-вторых, что у нас сегодня здесь предпринимается, какие шаги? Построить магазин, продавать продукцию. Кому? Здесь конкретное количество людей пенсионного возраста, конкретная сумма бюджета тратится. И она уже практически распределена между кем? Между сетей. Монетка, верный, пятерочка и так далее. И все эти сети, они не платят налоги нам в бюджет. Нужно превратить государственный сектор в единую монополию. Так, как есть во всем мире. Во всем мире вы знаете хоть одну монополию, у которой не было бы плана? Я не знаю. Я знаю только одну, вот нашу государственную, вот эту вот, которая производит 50 с лишним процентов ВВП. Ну, дальше уже идут частные капиталисты. Ну, дайте им заказ. Если у вас есть план, и вы даете им заказ, то, естественно, они, получается, привязаны к этому общему плану. И, как бы, есть вот коренник, а есть престижные. И эти престижные также идут, и мелкий бизнес этот. Потому что этот мелкий бизнес пресловутый, все время его пытаются поддерживать, на самом деле топит. Почему? Ну, потому что крупный капитал всегда покупает, побивает мелкий капитал. Но при монополистическом капитализме цены вздуваются уже не потому, что цены, что затраты растут. Затраты падают, отсюда прибыль. Тогда еще цены, если установить монопольные, еще прибыль от монопольной цены. Это настолько уже вздутые цены, которые тормозят все, что можно вручную делать такие вещи, которые надо делать на современной технике. И поэтому мелкий бизнес растет, как вот сорняки. Он, значит, все время вырастает. И вот время от времени, как вот в Ленинграде, раз, и все ларьки, которые были у каждой остановки трамвайной, попилили. А потом, значит, то же самое в Москве, как вы знаете, был большой шум. Много-много-много было всяких маленьких торговых предприятий. Все уничтожили, приехали с бульдозерами и убрали. Почему? Потому что вместо того, чтобы этот мелкий бизнес подключить к государственной монополии, его, так сказать, просто сначала взрастают, потом убирают. Потом и так вот это называется поддержка. Знаете, как топят? Мучают людей, значит, за волосы берут и поддерживают мелкий бизнес, чтобы он сразу не утонул, а пусть он сначала наберется воды, потом вытащить, дать ему подышать, потом еще. Вот так делают мучители, вот так делают, поддерживают наш мелкий бизнес. За 25 лет в России закрыты около 80 тысяч заводов и фабрик. И, к сожалению, мой родной поселок не стал исключением. Не обошли реформы стороной нас. Зато теперь мы можем наблюдать воочию результаты трудов Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Некогда Бесерский чугуноплавильный и железоделательный завод, градообразующее предприятие, был одним из старейших металлургических заводов Урала. В годы Великой Отечественной войны здесь изготавливали капсульные втулки для артиллерийских снарядов. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей. В августе 1992 года в России стартовала ваучерная приватизация. Идеолог реформы Анатолий Чубайс пообещал россиянам светлое будущее и две Волги каждому за ваучер. Результат неутешителен. Две бутылки водки за кусочек родины. Сырьевая модель экономики и стойкое недоверие россиян к реформам, породившее народное выражение, объегорили, обгайдарили. Твой ваучер. Я один очень удачно продала за 25 рублей. Вот. И пошла, купила продуктов. По-моему, 10 долларов получили за это. Кто-то открыл имя туалета, там, вместо обоев, когда с обоевым было тяжело. Я его продала и купила себе вещь. Понятно? Какую вещь? Ну, мне надо было вешалку. Так, народа бобрали. Вот. Спасибо, Чубайс. 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 Завод не был приватизирован. Он обанкротился, как следствие реформ. Сколько еще предприятий в стране ждала такая же участь? И все же, какие цели преследовала ваучерная приватизация? Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи. С разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый появившийся честный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером выхватили буквально из рук у красных решение об установке приватизации в России. Точно так же, каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решила совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда уж, тем более на Западе. Она решила главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Мы решили с того момента, когда в 1996 году на выборах Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому, что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад, у тебя самого отнимать так же, тебе мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам ровно то, чего и надо было добиться. А для санкций это дешево, нужно было дороже, нужно было процедуру изменить. Мы решили другую задачу, и это означает все. Не порешала всех проблем невидимая рука рынка, про которую нам так упорно рассказывали в 90-е годы. Завод разрушен и вывезен на металлолом. Практически одна треть населения поселка лишилась рабочих мест. То есть главной задачей являлось уничтожение коммунизма. Под все сказки про то, что СССР развалился из-за неэффективности плановой экономики, из нас старательно делают человека-потребителя. В то время, когда в Советском Союзе воспитывался новый человек. Человек-созидатель. Поскольку в рамках нашей произошедшей контрреволюции Советский Союз был объявлен омерзительным преступным государством, которое надо было уничтожить. Уничтожали его с единственной целью, чтобы поделить деньги. Деньги поделены, государство уничтожено. Но идеологический вброс относительно омерзительности этого Советского Союза они в Конституции прописали, что у нас нет никакой идеологии в Российской Федерации. На самом деле она есть, эта идеология. Идеология – это антисоветизм, на который выделяются государственные деньги, спонсируя написание омерзительных книжек пропагандистских, типа какая-нибудь «Зулиха открывает глаза», съемки пропагандистских сериалов. «Зулиха открывает глаза», какие-нибудь эти утомленные солнцем, не знаю, запаришься перечислять. Задача их показывает, насколько был омерзителен Советский Союз, насколько омерзительна была коммунистическая власть, и вот все это было настолько мерзко, что словами не высказать. Ну, давайте посмотрим на процесс уничтожения Советского Союза. Всем сначала объяснили, что все зло на свете происходит от коммунистов. Это первый шаг был. А вторым шагом объясняют, что все коммунисты, они же были русскими. Друзья, вам, татарам, узбекам, латышам, все беды вам принесли русские. Объединяйтесь по национальному признаку, гоните этих русских. Лучше убейте, но не можете убить, хотя бы выгоните. Лишите прав, каких только можно. Издевайтесь над ними, глумитесь. Это основа государственной пропаганды. Ну, и если детям на протяжении 30 лет, это уже одно поколение, это 25 лет. Если детям в бошки заливают вот это, ненависть к прошлому собственной страны, то а что от них хотеть-то? Я думаю, сама молодежь не виновата в том, что она меняется. Как мы помним, точнее, многие уже не помнят, но отменить действие этого закона в нашем обществе, так же, как нельзя отменить действие закона физики, так и этот закон не вычеркнешь просто так. Общественное бытие определяет общественное сознание. То есть, в какой среде молодежь живет и воспитывается, в какой экономической системе она в первую очередь вступает в свои права, вступает в жизнь. Такая, в конечном счете, будет и школа, такое будет образование, такое будет воспитание. Можно, конечно, сколько угодно кричать, что у нас одни дегенераты теперь растут, которых интересует исключительно тренды Ютуба, ТикТока, Инстаграма. Девочкам хочется быть моделями, мальчикам хочется быть бандосами, кричать ауе или зарабатывать много денег и вертеть всех на известном месте. Но от этого никакого толку не будет, потому что дети таковы, школьники таковы, молодежь такова, какова среда, в которой она воспитывается. Все, на чем нарисована красная звезда, это омерзительно для детей, воспитанных в духе антисоветчины. И что ж там не помочиться в этот вечный огонь, который из звезды вырывается, нормально абсолютно. То есть, если внимательно посмотреть, да даже и внимательность никакая не нужна, у нас происходит ровно то же, что происходит на Украине. Там же процесс декоммунизации идет полным ходом. То есть, вот у них там ленинопад, но если у вас ленинопад, если Ленин, основатель вашего государства, был такой плохой, то а что вы возмущаетесь, что Бандера хороший? То есть, что вы возмущаетесь, что они там Бандеру, нациста и гнусную тварь чествуют? Что, это сказал А, скажешь Б, если Сталин плохой, а кто тогда хороший? Ну, естественно, злейший враг Сталина. То есть, Адольф Гитлер, он хороший. И все, кто на стороне Адольфа Гитлера воевали с этими кровавыми совками, это прекрасные люди. У нас последний элемент только остался, то, что они не смогли доломать. Это день победы. Вот это они доломать как-то не смогли, не получилось. Ну, и сейчас этот самый день победы пребывает в таком шизофренически расщепленном состоянии. Здесь вот у нас войска, мы тут парады какие-то имитируем, косплей у нас, парада на 7 ноября, когда товарищ Сталин, стоя на мавзолее Владимира Ильича Ленина, провожал войска на фронт. А потом эти войска, разбив нацистскую Германию, вернулись с фронта. И к подножию мавзолея Ленина, на котором опять стоял товарищ Сталин, к его ногам швыряли фашистские штандарты. В этом была суть, что коммунистический Советский Союз победил объединенную капиталистическую Европу. Нет, давайте мы вот мавзолей Ленина мы фанерками закроем. Желательно вот эти серпы молоты убрать вообще, вот красного чтобы тоже не было. Мы тут триколоры повесим, под которыми генерал Власов выступал на нашей памяти. Вы же сами внутри своей страны все это пропагандируете, исповедуете, учите этому детей, а потом вдруг начинаете возмущаться. Возмущаться не надо, надо смотреть на Украину. Там все гораздо быстрее и в гораздо более выраженной форме происходит. А у нас, ну как в анекдоте про лягушку, что вот если лягушку бросить в кипяток, она сразу оттуда выскочит. А если ее посадить в холодную воду, включить огонь и потихоньку добавлять. Вода сначала холодная, а потом теплая, а лягушка не врубается просто. И когда она поймет, что ей уже очень жарко, то и кранты, она сварится. Ну вот у нас заняты примерно этим. Поэтому ждать от детей, что они будут там думать что-то другое. Вы для чего в школе преподаете там труды Александра Исаевича Солженицына, которые ложь от начала до конца. И вообще являют из себя только предмет для изучения психиатрами и историками. Ну и естественно пропагандистами там тренироваться. Как это можно вот так вот бесстыдно брехать, а в это еще и все верят. Зачем вы детей этому учите? Может вы на уроках рассказываете, что вот эта вот гнусная брехня и на самом деле было не так? Нет, вот у вас Солженицын. Вот 100 миллионов убили. Трудно ждать чего-то другого. Мы наблюдаем разрушение абсолютно по всем направлениям и отраслям. Экономика, медицина, искусство, образование. Ведь цель капиталистической экономики – приму, а не качество. Я не знаю, вот понимаешь, такая ситуация вот в стране, вот что делать, вот что, блин, что делать, блин, остается, вот, одна мысль в голове просто, ну, напрямую вот говорю, да, вот, вот какая мысль, что делать, что делать. Ну, я вот живу, я сейчас вижу, где я живу, как я живу, что делать, блин, работать, работать, зарабатывать. И жить. Не дают. Не дают, вот так каждый сам по себе, я говорю, и так же опять ищет пути, решения, возможностей. И каждый сам для себя, никто никому ничего не приносит, не дает, не обучает, там, не тащит, там, вот, пожалуйста, Петя, иди, вот, работай, Вася, там, есть работа, иди, работай, там, потом пойдешь, там, мы тебя что-нибудь обучим, в общем, ты будешь там, как-нибудь, там, может, там, подрастешь, там, зарплаты как-то замотивирует. Никто никого не мотивирует, никто никому ничего не дает, хочешь живи, работай, хочешь не живи, не работай, все, вот такие условия на данный момент реальные, как бы у нас в стране, но на данный момент ситуация такая среди простых людей, пусть даже сейчас предприниматели какие-то, которые нас смотрят, я думаю, они тоже на позиции обычных граждан, крестьян, что они считают себя буржуазией и так далее, это тоже все неправда, просто есть возможность определенно заработать деньги, у людей это получается, ну хорошо, если у них это получается, но тоже способы пути решения у всех разные, ну точнее способы заработка, те же предприниматели у всех разные, но все опять же сводится, то есть бабло, 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 кто там у них работает, как работают, как люди живут как бы в основе своей, им тоже просто в нынешних реалиях тяжело как бы это контролировать и никто не хочет от себя отдавать больше, чем это можно сделать, в общем. Безграмотные в области экономической, безграмотные в области капитализма, они не понимают, что есть прогрессивный капиталин государственный, который может решить крупные проблемы, в том числе он не увернется ни от медицины, ни от образования, ни от науки, а есть участники, которые отвечают за кусочки, да им плевать на все, им главное набить себе карман, то есть вот надо выступать за это, поэтому я вот недавно и специальный ролик сделал на канале фонда рабочей академии в поддержку предложения академика Глазьева, который на это как раз обращает внимание, что если у нас не будет государственного долгосрочного планирования, то вы ничего не обеспечите. Ну а планирование должно быть на что опираться? На высокую науку. А что у нас сделали с академией наук? Какое образование, если академией наук отобрали все институты и сказали ей, что вот вы можете собираться и гудеть, зарплату не отобрали пока, а институтов нет. Так для ученого это важно, не зарплата, ему важно реализовать свои идеи и реализовать, он таких денег на зарплату не может это сделать, он надо это делать на государственные деньги. Этим распоряжается тот, кто в этом ничего не понимает. Сначала ФАНО, хорошее такое название, как ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. Все институты отобрали у академии наук и подключили, так сказать, к этой ФАНО. А теперь их передали Министерству наук и образования. Ну кто там сидит, какой-то чиновник, наверное, хороший человек, я ничего против не имею. Очень даже, может быть, очень хороший. Но это же, вы понимаете разницу? Есть президиум академии наук, который, так сказать, смотрит вперед на десятки, а то и сотни лет. И есть и чиновник, который смотрит, сколько он тут просидит. Ну как можно это сделать? Говорят, академия наук может прогнозировать зато, разрешили ей прогнозы делать. То есть она стала клубом ученых без институтов. Ну вы можете делать прогноз. Вот если страна катится в пропуск, какой прогноз? Скатится. Ну, это что? Так надо не прогнозы делать, а планы. Планы при капитализме есть. Вся капиталистическая экономика основана на том, что внутри предприятий капиталистических все планируется. Потому что кооперация такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. И вот капиталистическая кооперация потом на фабричном базисе, на фабричной основе дает вот этот самый быстрый рост капитализма, прогресс экономический. То есть у нас, к сожалению, руководят экономикой люди, которые не разбираются в экономике. А люди, которые разбираются, их тщательно не пускают туда, наверх. И поэтому, в общем, это такая задача, которую надо и в условиях капитализма решать. Миграция молодежи происходит не только в рамках страны. В таком случае предотвратить утечку мозгов – задача государства. Ну вот как предотвратить? Понимаете, какая штука? Для этого надо, чтобы в этом было заинтересовано государство. Государство в этом заинтересовано. Оно даже не предотвращает утечку молодежи из-за этих городов. Куда оно? На запад. Например, вот нашего же матмеха, у меня есть коллега, мы учились в одной группе, Востоков его, Сергей. И вот он сейчас является профессором. Говорит, мы принимаем людей на матмех, которые получили какие-то первые места на Олимпиадах и так далее. Уже на третьем курсе подходят люди, иностранцы, которые им предлагают втрое больше доход, если они пойдут и заключат договор на то, что они поедут в американскую фирму в Италию или в американскую фирму во Францию и так далее. Как вы понимаете, не обязательно в Америку. То есть наши умы перекупаются. И поскольку вся экономика сориентирована на это дело, то есть тут два, так сказать, вопроса. И вопрос первый, как вообще это прекратить? Для этого нужно вернуться к социализму, подготовить и совершить социалистическую революцию. Для этого нужно создать партию, советы и так далее. Это большая работа и большая историческая задача. Это общий ответ на этот вопрос. Потому что пока вы живете при капитализме, так и будет. Это всех касается капиталистических стран. Индийцы сидят в Америке, корейцы, китайцев вы найдете где угодно. Или сидят они где-нибудь, им приплачивают, они получают большие сравнительные деньги по сравнению с рабочими. Но по сравнению с хозяевами их ничтожные. Потому что хозяева их получают баснословные прибыли. Миллиарды, как вы понимаете, люди, которые связаны с такого рода задачами или проблемами, бешеные деньги получают, хотя в этом деле особенно и не разбираются. Ну и понятно, скажем, сейчас капитализм стал империализмом, то есть загнивающим. И поэтому, чтобы получать деньги, вовсе не надо ни в чем разбираться. Вот если я хозяин, я вас назначаю, Никита, генеральным директором. На таких условиях сколько миллионов вам надо в месяц? Чем больше, тем лучше. Молодец. Ну ладно, 10 миллионов будете получать. Значит, я буду на островах сидеть там, загорать, купаться, как хозяин. А вы мне раз в неделю будете присылать электронную почту. И так меня не беспокойте, пожалуйста. И сообщайте, как идут дела с прибылью. Как только у нас прибыль будет понижаться, вы уволены. Вот у нас Эдуард будет, следующий. Вы получите тоже 10, когда он не выполнит эту задачу. Что мне еще нужно знать? Ничего. То есть, а как вы будете хозяйствовать? Это меня совершенно не интересует. Не отрывайте меня от отдыха. У нас тут корабль, у нас подводная лодка, яхта. А вы тут с какими-то вопросами. Вас я поставил генеральный, у вас права есть? Есть. Все, действуйте. Потом наберете денег, будете капиталистом, как я. А не наберете денег, я вас прогоню. Я вас не сам буду прогонять. Вы сами должны понимать, что вот... Вот я передаю дела Эдуарду, потому что... Ну, получилось 9 с половиной. Ну, а мне не важно. Главное, что раз не обеспечили там 10, все. Вот такая картина. Так что, если мы имеем дело с капитализмом, не надо этому удивляться. Это не от плохих людей, а от того, что все построено на одном. Все оценки, какие есть, вот я на вас смотрю, как бы из вас есть вещи, деньги какие-нибудь. Так, на него смотрю, как вы из него извлечь деньги. И человек становится. Рабочий, само собой. Рабочие за 40 минут создают свою зарплату у нас по расчетам. На время уже работают. Да, все остальное, они работают уже на капиталистов. Тут же стоит понять, что такое прибавочная стоимость. Давайте разберемся в этом понятии. Где-то африканские дети добывают полезные ископаемые, которые в дальнейшем используются в аккумуляторах наших смартфонов. Дети часть рабочего дня работают, чтобы окупить свою мизерную зарплату, а другую часть дня, чтобы произвести прибавочную стоимость, которая пойдет частично на налоги, частично в прибыль предприятия, плюс на прочие мелочи. Продукт труда африканского ребенка продается корпорациям и его перерабатывает на каком-нибудь заводе китайский рабочий. Китайский рабочий тоже создает прибавочную стоимость. То есть работает столько, чтобы и окупить свою зарплату, и обеспечить прибылью капиталиста, налогами государства и так далее. Наконец, детали и запчасти, созданные китайскими рабочими, собираются в новенький смартфон. Собирают его китайские детишки, которые также окупают собственные нищенские зарплаты и обеспечивают прибылью корпорации. В финале мы имеем продукт, в который включены затраты на рабочий труд и прибавочную стоимость, которая откусывается капиталистами на разных стадиях производства товара. Именно из нее-то и формируется богатство. Вместо африканских детей можно взять примеры программистов, пишущих софт или строителей, возводящих здания. Суть от этого не меняется. К слову, даже бабки ютуберов, идущие с рекламной интеграцией или от монетизации роликов, это тоже частички прибавочной стоимости. Просто условный Samsung или Apple формируют из прибавочной стоимости свои рекламные фонды, а затем через Google, которому принадлежит YouTube, или напрямую тратят эти деньги на раскрутку. Но как с небольшой зарплатой получить хорошее качественное образование, если образовательный процесс превращается в рынок образовательных услуг? В связи с последними событиями в США мы все чаще слышим о расизме. Может, все дело в генетике? Может, некоторые люди уже рождаются неспособными к образованию? Есть ли расовые проблемы? Да, безусловно, есть. То есть, в этом самом рабовладельческом и в дальнейшем расистском американском обществе, да, естественно, там есть расовые проблемы. То есть, если несчастных негров туда привезли, продав в рабство, и они были там рабами на протяжении многих поколений, то это никуда не делось. Это нам здесь смешно, вот они там со своей дурацкой толерантностью, там это все смешно, а там не смешно, вот никто не смеется. Из парней и девчонок черного цвета никто не смеется над толерантностью. Они требуют к себе уважительного отношения. Это точно так же, как революционные матросы. В 17-м году у них одно из требований было, чтобы офицеры обращались к ним на вы. Я тоже человек, между прочим. Ну, так и они, вот мы люди, да. Вы нас тут гнобите веками, пьете из нас кровь, и, в общем-то, да, есть серьезнейшие проблемы. Но проблемы порождены вовсе не нацизмом. Дело все, как всегда, в экономике. Вот этих вы сюда пускаете, а этих сюда не пускаете. Есть хороший пример. Вот во Франции, в Париже есть такой университет Сорбонна. Знаменитейшее европейское имя и вообще. Вот в Сорбонну студентов французских и не только берут без экзаменов. Отчего все наши либеральные идиоты там заходятся просто от восторга. Вы представляете, как? А вот экзамены сдавать не надо. Да, представляю. Вот берут всех без экзамена. Вот пришел паренек, сын сантехника, и вот пришел девчонка, например. Дочка какого-нибудь мега-бизнесмена. Да, обоих приняли. И вот наступает первый семестр, надо сдавать зачеты, экзамены там какие-то. И паренек из семьи сантехника внезапно осознает, что он жил в районе для бедных. А в районе для бедных школы для бедных. Уровень преподавания ниже ватерлинии вообще. Вокруг одни гопники, алкаши и наркоманы. И он, во-первых, даже если бы он хорошо учился, допустим, то он не может достигнуть уровня студента лучшего в Европе университета. А вот девочка богатого бизнесмена. Во-первых, она жила в хорошем районе. Там прекрасная школа. Папа при деньгах. Как нормальный папа, он хочет обеспечить будущее своей дочери. Соответственно, там нанимает каких-то репетиторов, усиленные, так сказать, обучения. Выбирают, в каком направлении она двигаться будет. И она прекрасно учится, великолепно там сдаёт все зачёты. И вот поступило тысяча. А после первого семестра осталось 30 человек. Никого не обидели. У нас тут свобода, демократия. Вот для дураков, да, свобода и демократия на словах. А на самом деле, жесточайшее расслоение общества и невозможность проникнуть никуда. Точно так же и у негров в США. Вы говорить-то можете всё, что угодно. Гетто, шметто, там, ещё чего-то. А они сами не хотят. Ну, как это у дураков обычно. Они сами бухают, они сами наркоманы, да? Ну, это, знаешь, как в известной поговорке, что если огурец поместить в рассол, хочет огурец того или не хочет, он будет солёным. Ну, вот если тебя поместить в гетто, то ты оттуда не вырвешься. Вырваться оттуда могут единицы. А все остальные вот на таком вот полуживотном уровне и будут. Почему? А потому, что вот так в Соединённых Штатах организовало общество белое меньшинство. Вот эти вот богатые белые, а вот эти вот бедные черные. И вся вот эта их расовая фигня, она накладывается на классовую структуру этого самого общества. Что-то там непонятно. Это вообще как-то затруднительно. У нас вроде все там, кто сейчас в возрасте и у власти, они все марксизм, ленинизм учили. И ничего никому объяснять не надо. Это как законы Ньютона о всемирном тяготении. Отпусти, и оно упадет. Так и тут. Вот классовое общество, да, оно вот так устроено. А то, что они об этом не говорят, ну а зачем об этом говорить? То есть, вы что, хотите свое общество уничтожить? Это же получится, вот там пять семей заправляют всем на свете, собрав в своих руках чудовищные капиталы. И что, во-первых, это им значит, с капиталами придется распрощаться. Если вы тут начнете рассказывать, что все люди, а не люди. Обрати внимание, там же даже сама постановка вопроса. Мы бегаем там с какими-то лозунгами. Black lives, я боюсь наврать. Black lives matters. Да? Ну, отлично. Это о чем? Причем тут черные жизни имеют значение? Это здесь при чем вообще? В Америке полиция каждый год убивает примерно тысячу человек. То есть, по три человека в день убивают полицейские. Это что, какой-то выдающийся случай? То есть, если его там придушили коленом, и он там умер непонятно от чего. От употребления наркотиков, от слабого здоровья. Организм ослаблен употреблением наркотиков. Вот чего? Что это-то? Это что, какая-то сакральная жертва? А давайте запретим полиции выполнять удушающие приемы. От этого могут погибнуть люди. Это решение. Понимаешь? Ну, а давайте заберем у них пистолеты у всех. От стрельбы по людям, пулями железными, люди погибают. Давайте заберем у них пистолеты. Давайте вообще полицию распустим. Зачем она нужна, если вы все такие умные? То есть, все время вместо нормального какого-то решения вопроса, при чем тут жизни черных имеют значение, а остальные жизни не имеют значения, белых. Если белого полиция убила несправедливо, это не имеет никакого отношения к происходящему, к жестокости полиции, к этой организации вашего общества. То есть, все время прицел сдвигают куда-то в сторону от реальных проблем, которые создает небезызвестный капитализм. Все время сдвигают то в какую-то расовую сторону, то какая-то жестокость полиции, то еще какая-то чушь. Только что вот этого задавили, и это там безумное возмущение общественности. А теперь полиция пусть их успокоит. И полиция лупит всех деревянными дубинами наотмашь, метеля так, что зубы и кровище в разные стороны летит. А это уже нормально, это нормально, понимаете? Блин, вы уже определитесь, что такое тогда нормально, что такое ненормально. Там хорошо ровно одно, чтобы наконец-то, так сказать, всему миру с помощью своих собственных СМИ продемонстрировали, каковой вы себя представляете пример для планеты Земля. Вот он ваш, сияющий град на холме, вот он, передовой отряд человечества. Вы людей за людей не считаете, и они наглядно это показывают, всему миру рассказывают. Какие же вы твари гнусные. Вот это очень хорошо, это положительный момент. Несколько спесей поубавит, и желание лезть в чужие проблемы. Потому что здесь у них, понимаешь, жизнь вот этого черного паренька Флойда важна. А сколько людей вы в Ираке убили, они неважные, нет? За них что-то никто не вступался. Вот вы там в тюрьме Абу Грейб пытали людей, водой там топили, грызли собаками, били током. Расскажите, кого за это наказали? Что доказало, показало ваше следствие? Как вообще? Сколько сотен тысяч вы убили в Афганистане, накрывая там с беспилотников свадьбы? Или вот эти вот жизни, они никакого значения не имеют? Только ваш негр, задушенный полицейским, вот он имеет значение. А вот в Венесуэлу тут кто наемников послал? Не вы. И то есть вот этот там стоящий на колене возле позолоченного гроба мэр, пускающий слезу какую-то глицериновую. Я не знаю, это даже не клоунада, это вообще за гранью разумного. Каждый для себя должен получать знания, должны все, но каждый потом для себя должен решать, что ему с этими знаниями делать. Кому-то может они не нужны, кому-то не нужны. Но изначально я придерживаюсь больше идеологии той, что все-таки все люди должны быть образованными. В какой-то степени я не скажу, что там все какие-то умные ученые, но просто общее образование, то есть развитие интеллекта, развитие мышления должно присутствовать всесторонне. Ну, желательно всесторонне, потому что человек сам по интересу потом выбирает свое направление, свою стихию. Из этого следует, что способность к обучению не передается генетическим путем. Все люди способны обучаться, будь то азиат, европеец или афо-американец. Сама среда, в которую погружен тот или иной социум, формирует их мировоззрение, поведение и способности. Дело в том, что идет век потребления, век эгоцетризма, то есть когда ты в основном нацелен только на себя, на свои хотелки. Когда ты пытаешься урвать, когда ты, как это сказать, делаешь все возможное и работаешь на себя. Ну, все зависит, конечно, от возраста, то есть каждый возраст это отдельная тема. Но в данный момент, если мы говорим, например, о достаточно маленьком возрасте, то есть это возраст 10-12 лет, у них только все начинается, им только все интересно. Если у них какие-то появляются, скажем там, есть у них, да, такое, на самом деле, такая мысль в голове, что они постоянно думают только о себе, да. Бывает, что они хотят как-то обмануть во благо себя, то есть вот, например, мы занимаемся, у нас есть система, чтобы они не просто занимались, а чтобы у них была какая-то мотивация, какой-то спортивный азарт. У нас есть, грубо говоря, система званий, там, средняя, высшая, самая высокая. То есть как субординация, карьера, как бы... Да, примерно, да, чтобы была субординация, чтобы они соблюдали, да, чтобы были, куда стремиться, чтобы были знания, то есть определенное звание, это определенный набор знаний. Искажение истории, подмена понятий, замещение истинных ценностей заставляет забывать молодежь свою историю и своих героев. Зоя Космодемьянская Зоя Космодемьянская Зоя Космодемьянская Зоя Клена Силушка богатырская, там, произведение Мастушкин уткареница точно Да Зоя Космодемьянская Достаточно приятно Кто был оппонентом Онегина на дуэли? Этот, Господи... Дантес!! Онегин, ты чего? Подожди, Онегин кто был оппонентом онегина на дуэли формула силы силушка богатырская там произведение мастушкин ускоренится точно формула силы в чем измеряется сила соглашусь все же с тем что количество памятников ленину у нас стране непропорционально зашкаливает если оценивать в рыночных категориях то доля статую ленина монопольно федеральная антимонопольная служба точно так бы и расценила отдай ей это дело ведь памятных знаков ленину от статуи до досок в россии порядка 100 тысяч а пушкину например лишь полторы сотни а петру великому даже менее сотни как быть на мой взгляд эту ленинскую монополию надо признать с ней не согласиться и пропорции изменить сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех что из гипса или на скорую руку отлита из бетона все равно они не вечны и у многих неприлично жалкий вид надо ставить памятники колчаку врангелью деникину краснову краснову ну и я считаю что все вот эти вот разговоры про не дадим переписать историю это демагогия по сути власть сама переписывает историю министерство там когда но еще было министерством образования и науки сейчас это министерство там просвещения она вот эти структуры они сами занимаются переписыванием истории там прикормленные ими историки фактически там играются и со статистикой с фактами и так далее у меня выходило несколько роликов на эту тему что можно найти в российских учебниках истории и общество знания вот навестники бури это есть то есть там же мрак да и чем дальше тем хуже и хуже и хуже и понятное дело что некоторые аспекты некоторые так сказать вариации переписывания отечественной истории они не выгодны в том числе и российской власти ну например здесь есть международный аспект этой проблемы да последнее время нередко говорят о переписывании истории второй мировой войны потому что наши западные партнеры часто ведут это к тому что советский союз тоже был агрессором а если мы дадим в международных так сказать масштабах утвердить данную концепцию как главную тогда это будет иметь крайне негативные последствия для нынешней россии как некой правоприемницы советского союза ну и это ударит по по ее позициям в том числе по позициям российской буржуазии и вот в данном случае как бы даже для путинской власти подобное переписывание истории не выгодно но внутри этой россии это переписывание происходит вот у нас действует там музей гулага про который замечательный ролик снимал и егор иванов недавно у нас там солженицын преподается как чуть ли не исторически достоверный источник да то есть архипелаг гулаг в программе у нас вот и кстати мои коллеги даже там ну вот знакомые они преподносят детям до литераторы архипелагу а как историческую правду историческую истину то есть по сути у нас происходит еще и вот некое воспроизводство вот этих вот мифов которые еще там со времен перестройки тянутся и они вот все будоражит и будоражит умы некоторые граждане которые заявляют о сталинских репрессиях об ужасах красного террора забывают что они в основной своей массе живут в домах построенных при стали не учились в школах построенных при сталь не и работают на заводах построенных при сталине ах да все это и даже победа в великой отечественной войне как заявляет нам все чаще в последнее время все эти завоевания и победы были достигнуты не благодаря, а вопреки кровавому руководству. Ну и конечно же острие вот этой вот пропаганды и наверное главный сегмент переписывания истории касается именно советского прошлого и первых его десятилетий. То есть понятное дело, что если история Великой Отечественной войны нынешнему правящему классу России хотя бы каким-то боком выгодна, то есть Путин, его вот эта вот олигархическая власть, она может использовать славные страницы истории Советского Союза себе там во благо истории Великой Отечественной войны, а вот история например революции и первых послереволюционных лет, история гражданской войны, вот это крайне неприятные для власти момент. Да, то есть и тут конечно возникает двойственность, да, потому что когда они начинают порицать революцию и делать из большевиков вот таких вот злодеев, а потом начинают вот восхвалять действия советской власти во времена Великой Отечественной войны, появляется ну как бы некий рассинхрон, двойственность, потому что получается, что вот эти вот несправедливые сволочи, которые там уничтожили славные белые армии и там изничтожили всю русскую интеллигенцию, цвет нации и так далее, вот они же потом оказались и молодцы. Но пропаганда зачастую формирует такую культурную среду, в которой идеологическую среду, идеологические концепции, в которых вот эти вот рассинхроны и противоречия пытаются затушевать. Но тем не менее они есть. И напирая на тему победы, причем, кстати, тоже искажая ее, нынешняя российская власть, конечно, пытается бить по теме октябрьской революции, гражданской войны. И мы видим, что тут не только учебники истории идут в ход, но и всякая кинопродукция, спонсируемая нашим замечательным министерством культуры. То есть, с одной стороны, хорошо, потому что у Евгения Баженова будет материал для новых обзоров, но и мы все будем радоваться их выходу. Но в конце концов это засирание мозгов. Это очень пагубные, на самом деле, последствия для подрастающего поколения. Неужто все забыто? Неужто мы безвозвратно теряем надежду на светлое будущее, осознанно меняя ее на 10 пар джинсов и 100 сортов колмусы? Что делать, если вокруг тебя беспросветная тьма, несправедливость и непонимание? Я думаю, что совершенно правильная постановка такого вопроса, чтобы люди в этом разбирались. Но на этот вопрос надо смотреть со всей широтой и брать экономическую сторону, потому что за то, чтобы набить себе карманы, готовы уничтожить любую сферу – культуры, науки, библиотеки и так далее, и под разными всякими соусами. Мне кажется, что разбудить, заразив молодежь, распылить какой-нибудь порошок или прививки всем поставить, чтобы народ сразу поумнел, это сделать невозможно. Наоборот, если ходить всем пытаться в уши запихнуть то, к чему человек сейчас невосприимчив, это значит настроить народ против себя. Главным воспитателем для молодежи выступает тот же самый капитализм. Просто в нужный момент, когда человеку этот капитализм как следует трахнет о землю, поломав все кости, когда он вышвырнет тебя с работы. Вот сейчас идет, например, серия, за серией появляются на канале «Все работы хороши» у одного известного блогера, у Олега Ассы, примерно из тех же краев, что и вы, ну, чуть-чуть, может быть, ближе на запад, вот, у него появляются все новые и новые расследования о том, как обходятся сотрудниками крупнейшей нашей сети, корпорации, разнообразные пятерочки, магниты, спортмастеры и прочее. Вот, и туда идет молодежь работать, особенно неквалифицированная, особенно там, где других рабочих мест не осталось. И вот люди туда приходят, и начинается их воспитание, начинается школа. Так вот, там, где у человека, после того, как его обманули, ограбили, обчистили, поизмывались над ним, заставили работать по 12 часов в день, больным, когда им не давали отпуска или не оплачивали этот отпуск, когда вот все вот эти прелести, он почувствовал, вот важно, чтобы в этот момент он не стал, когда в нем зашевелилось вот это вот сознание, когда у него в голове начал возникать сам собой, без твоего участия, без участия там всякой советской пропаганды, у него начал возникать вопрос, а что это происходит и почему же это происходит со мной? Вот в этот момент кто-то должен оказаться рядом и сказать, брат, я прошел через то же самое. Так же, как и ты, я думал, что все беды в нашей стране, потому что у нас нет правильного царя, или от того, что мы все ислам не исповедуем, или от того, что у нас, допустим, нет транспарентных судов и рыночной либеральной демократии, что у нас мало партий. А оказывается, это все дело не в этом. Оказывается, что нас просто обворовывают, что тебя превратили в раба, и ты не осознаешь себя рабом. Задумайся, брат, посмотри вот сюда. И тут же все как дважды два просто. Посмотри. Не верь всяким разным колдунам, не верь всяким психотерапевтам и экстрасенсам. Не в тебе. У нас очень многим сейчас внушают идею, что все проблемы в тебе. Если вы тебя выгнали с работы, тебя ограбили, у тебя там не получилось, ты не можешь выплатить ипотеку, у тебя отобрали автомобили, еще завтра отберут детей, то виноват в этом ты. Нам все психологи, вот каких только на ютубе не найдешь, обязательно будет этот психолог тебя уверять, что покопайся в себе поглубже. Если ты еще не миллиардер, то причина исключительно в том, что ты плохо в себе копался. Покопайся в себе еще сильнее. Что ты еще не сделал? На какую еще изнанку ты не вывернулся, для того, чтобы стать супер там навороченным миллионером? А дело-то не в этом. И вот здесь объединение молодежи очень сложно произвести, хотя возможно. То есть сложно, это не говорит о том, что это невозможно. Конечно же, есть молодежь, которая стремится развиваться. Первое, первое, это вот какие-то клубы, клубы, создание клубов, интересов, на основе спорта, допустим, и уже развитие экономическое какая-то там будет подложка под ними. А тут не существует единого ответа. То есть цель, наша цель промежуточная, как минимум, пробуждение классового сознания, но к ней невозможно двигаться каким-то одним путем и одной стратегией. Тут нужен некий комплекс действий. С одной стороны, наша власть уважаемая и вообще система в целом, они сами подталкивают пробуждение классового сознания в обществе, потому что, ну, скажем, почему пошел рост марксистских кружков в 2018 году? Почему пошел рост левых СМИ с 2018 года? Почему там, ну, вообще некие перспективы качественно новые у нас нарисовались? Да потому что пенсионная реформа, да потому что повышение НДС и так далее, и так далее. То есть мы видим, что власть сама толкает людей к тому, чтобы переосмысливать свой взгляд на себя, на свою работу, на окружающую реальность, на политику и так далее. Вот, то есть система сама создает объективные предпосылки к тому, чтобы люди пробуждались. И вот, ты знаешь, было некое такое поколение позднесоветских диссидентов, сейчас они уже люди в большинстве своем преклонных лет, которые злобствовали на тему, там, крушения Советского Союза и говорили, что ну вот, с Совком все покончено, вырастут новые поколения замечательных людей капиталистического общества, и они уже плюнут на это учение Карла Маркса, Фридриха Энгельса, а вот нет. Сотни тысяч молодых людей, которые составляют основу аудитории нынешних даже левых ресурсов, они выросли в новой России, они уже не помнят Советского Союза, и их имя движет не какая-то ностальгия по вот этому тоталитарному советскому прошлому, и имя движет желание, ну, как бы вылезти из той задницы, в которой они оказались вот в реалиях нынешнего капиталистического строя, то есть капитализм сам порождает своих могильщиков, как говорили классики, но понятное дело, что нельзя полагаться на объективные предпосылки, потому что они создают только часть картины. Как пробуждать классовое сознание вот в такой ситуации? Кто-то идет от разбора исторических мифов, но я не буду показывать пальцем, это же тоже важный инструмент, разъяснение истории, разъяснение причин следственных связей, ну, как история, это политика, обращенная в прошлое, да, и люди начинают лучше разбираться в том, как происходит общественная трансформация, какие силы движут обществом, так что вот наша определенная культурно-историческая просветительская борьба, это один из, скажем, векторов, благодаря, идя по которому, мы можем добиться пробуждения классового сознания у части, так сказать, населения. Честно говоря, ну, как мое мнение, сейчас у нас все-таки не средние века, когда капитализм, это прям ужасные условия труда, а сейчас все-таки любой рабочий получает зарплату, ну, вопрос, как бы, тоже, какую, в каких тоже условиях, не во всех сейчас странах тоже можно сказать, что условия идеальные, но мы видим, как бы, на примере, вот мы сейчас тоже с тобой общались до интервью, на примере Соединенных Штатов Америки, тоже такой, просто полностью пропитанный капиталом государство, да, как бы, изначально основано на денег, но сейчас у них постепенно происходит смена парадигмы, да, и все это, как бы, у них там живется-то хорошо, о этом, как бы, спорить нельзя, как бы, все-таки у них там зарплаты приличные, есть свои минусы, но, однако, они достигли высокого уровня жизни, как бы, что нельзя сказать, допустим, про Россию, вот, но, однако, они же все-таки постепенно переходят к вот этим вот сменам формации, уходят все-таки в левую сторону больше, ну, если все-таки должна произойти социалистическая революция, там, в определенных странах, то она все-таки произойдет, в любом случае, но пока она не произошла, нужно улучшать просто, я считаю, уровень жизни у людей, поднимать его, и все-таки люди, когда уже поймут, что, ну, вот, сейчас нам живется неплохо, но все-таки мы видим, что разрыв между нами и теми, кто нами управляет, ну, собственно, капиталистами, он все-таки до сих пор огромен, вот, и мы хотим этот разрыв убрать, как, собственно, капиталистов. То есть, вот в настоящее время созданы в благословенной Америке новые совершенно средства связи, например, интернет, через который населению бушки промывают просто там в тысячу раз сильнее, чем без интернета, но надо пользоваться, организуйте собственные ресурсы, это раз, распространяйте собственные идеи, это два, объединяйтесь живьем в кружки по изучению истории, я не знаю, славного прошлого марксистско-ленинской науки, и пока еще не запретили произведения Владимира Ильича, ну, да, трудитесь, развивайтесь снизу, если башне власти не на чем стоять, то она не устоит, я вас уверяю. Но к этому надо готовиться, серьезнейшим образом готовиться, потому что, ну, вот, нынешних, я не знаю, как их правильно называть, людей левых взглядов, которые начинают рассказывать, вокруг все не так, это все неправильно, когда ты им задаешь примитивные вопросы, ну, давай, вот, завтра у вас революция случится, что вы делать-то будете, расскажи, ну, должно случиться, а там видно будет, так быть не должно, разработана ли у вас, к примеру, экономическая программа, вы вообще понимаете, что делать-то, вы у всех собственность отберете и деньги, или не у всех, вот, заводы нынче в руках там серьезных капиталистов, вы их заберете, да, а люди, которые там работают, кто куда побежит, кто что будет делать, что в первую очередь, что во вторую, что в третью, то есть, экономический аспект, он, как в любом случае, он самый главный, спрашиваешь, есть это у вас, ничего нет, я ни разу не слышал, ничего вразумительного, относительно экономической программы развития, вот, получается, что это фактически, как Леха Навальный, он, понимаешь, там против всего, он вот, вот за это, вот за, он этих разоблачил, у него там какие-то, как это они говорят, расследования, без смеха слушать невозможно, ну, хорошо, все это прекрасно, ты там здесь нашел, тут выявил, еще чего, все прекрасно, вот возьмете власть, дальше что, кто будет, если вам не нравится вот этот президент, кто будет вместе него, вместо него, ответ, в России 147 миллионов человек, кто-нибудь да найдется, я, конечно, понимаю, что такое, в 15 лет, это вот нормальный ход мыслей, я, конечно, понимаю, но поскольку, поскольку речь идет об управлении огромной страной, которая стоит на грани гражданской войны, а война будет при смене общественного строя, у тебя в башке там ничего не шевелится, нет, у вас вообще ничего нет, ни кандидата на должности, ни, так сказать, как это назвать, теневых министров, которые у вас уже вот на готове, они там на низком старте стоят, вот сейчас мы государственный переворот произведем, и все наладится, ничего нет, есть только дурачок, которого там дергают за нитки, как марионетки, он несет какую-то чушь, а вы, Розинов, рты слушаете, что с того, что ты там что-то расследовал, где конкретика, где программа, где люди, ничего нет, такими быть нельзя, в том числе и левым гражданам. И вопрос первый, как вообще это прекратить, для этого нужно вернуться к социализму, совершить, подготовить и совершить социалистическую революцию. Для этого нужно создать партию, советы и так далее, это большая работа и большая историческая задача. Это общий ответ на этот вопрос, потому что пока вы живете при капитализме, так и будет. Это всех касается капиталистических стран. Мировой капиталистический кризис с каждым днем все глубже пробирается в каждую семью и все сильнее бьет по каждому, волей-неволей заставляя задумываться о причинах ухудшающегося положения. Тот, кто думал, что проблемы его обойдут, начинает понимать, что он ошибался, начинает искать ответы, причины и следствия. Почему главной темой является проблема молодежи? Да потому что молодежь – это будущие учителя, врачи, шахтеры, машинисты, повара, летчики, военные и, наконец-то, управленцы. Мы ответственны за качество их воспитания, обучения, а также за формирование мировоззрения. Глупо удивляться тому, что наше молодое поколение в своем большинстве перестало изучать фундаментальные науки. Да, проще жить, не зная ничего из вышеперечисленного, но когда твой холодильник опустеет, не будет возможности работать, а в дверь постучит коллектор, ты должен знать одно – на твой порог пришел он, его величество, капитал. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»